работа над ошибками вообще жизнь любого человека и жизнь дизайнера в частности это одна большая работа над ошибками мы пытаемся что-то сделать совершаем ошибку у нас не получается мы пробуем снова 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 и так до победного и в идеале казалось бы все ясно понятно бери ставь себе амбициозные цели задачи совершая на пути ошибки и добивайся успеха нет проблем но на самом деле в контексте дизайна и в контексте построения дизайнерской карьеры все идет немного сложнее и главная проблема это задержка задержка с обратной связью она не приходит мгновенно дизайнер может повторять одно и то же действие неделю месяц год и ждать и ждать обратной связи от вселенной тем самым не корректируя свое свое поведение и вторая проблема которая вытекает из первой заключается в том что отложенная обратная связь накладывается и сигналы перебивают друг друга в итоге дизайнер который проработал год получил какой-то результат положительный или отрицательный ему дальше довольно сложно его интерпретировать и понять какой сигнал какому действию относится я занимаюсь дизайном уже больше десяти лет и за это время успел побывать в самых разных ролях и многое повидать и у меня в голове сформировался некоторый набор типичных действий тактик которые сопровождают дизайнерский процесс а также в голове появилась некоторая субъективная карта распределения какие из этих действий ведут к успеху а какие являются ошибочными отвечая на вопрос зачем я здесь я полагаю и надеюсь что процессе лекции кто-то из вас сможет узнать себя в моем рассказе и получить таким образом тот самый сигнал и сэкономить себе это время которое дизайнер находится в ожидании сигнала о том что его действие или процесс ошибочен и поскольку я на самом деле терпеть ненавижу теоретические лекции после описания каждой ошибки я буду отвечать на вопрос что делать для того чтобы внести в мой рассказ какой-то еще большую долю конструктива а